ДИАЛОГ Здравствуйте, Жозера Нурмагомбетовна. Здравствуйте. Прошло уже два месяца с начала 2016 года. Какие-то уже можно подвести итоги по пожарной обстановке в Североказахстанской области? Да, конечно. С начала года в области у нас произошло, к сожалению, уже 112 пожаров. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года в регионе наблюдается рост количества пожаров на 14%. Также рост гибели на пожарах у нас увеличился в 2,5 раза. Материальные потери от пожаров составили более 5 миллионов. Если смотреть по территориям, наибольший рост количества пожаров наблюдается у нас в городе Петропавловске, в Весельском районе и в Айртаусском. Если рассматривать по объектам возникновения пожаров, то рост количества пожаров наблюдается в жилом секторе, на объектах производственного назначения и объектах торговли. Самыми распространенными причинами возникновения пожаров являются нарушение правил пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации отопительной печи, нарушение правил монтажа и эксплуатации бытовых электроприборов. А какая категория больше всего подвержена риску погибнуть на пожаре? Как показывает печальная статистика, риску погибнуть в огне у нас подвержены в основном социально уязвимые слои населения. Это такие как инвалиды, дети дошкольного возраста, лица временно неработающие. И одним из условий, способствующих гибели людей в огне, является состояние алкогольного опьянения, нахождение в состоянии сна и, к сожалению, оставление несовершеннолетних детей без присмотра. А какие-то меры предпринимаются ДЧС для того, чтобы уменьшить количество пожаров? Безусловно, департаментом с начала текущего года произведено более 20 тысяч подворовых обходов в жилом секторе, в ходе которых охвачено свыше 50 тысяч человек. В том числе были произведены рейды совместно с сотрудниками органов внутренних дел по местам лиц социальной группы риска, в ходе которых было распространено более 27 тысяч памяток на противопожарную тематику, проведены инструктажи. В средствах массовой информации широко проводится профилактическая работа, здесь проведено более 127 выступлений, ролики по тематике обучения населения мерам пожарной безопасности и действиям присезонных ЧАЭС у нас транслируются в учебных заведениях области, в зале ожидания Центра обслуживания населения города Петропавловска и в эфире местных телеканалов. Также на 20 крупных объектах с массовым пребыванием людей города Петропавловска посредством маркет-радио транслируется социальная информация профилактического характера. Кроме того, подразделениями департамента проведено 64 сходов с населением, где населению разъясняется требование норм и правил пожарной безопасности. В учебных заведениях у нас планируется проведение интерактивных уроков для учащихся, во всех территориальных подразделениях департамента проводятся круглые столы с участием предпринимателей, где разъясняется требование законодательства области гражданской защиты, Кодекса административных правонарушений и Уголовного кодекса Республики Казахстан. На сегодняшний день отмечается большой рост отравления угарным газом. Расскажите, каковы первые признаки отравления и что нужно делать? Несмотря на проведенную профилактическую работу, в области с начала года зарегистрировано уже 5 случаев отравления угарным газом. Четыре из них имели место в результате преждевременного закрытия задвижки отопительной печи и один случай у нас был, когда человек находился в состоянии сна. Для оказания первой помощи при отравлении угарным газом необходимо пострадавшего вынести из помещения, в котором высокая концентрация угарного газа, делается ему искусственное дыхание, если это требуется. После того, как дыхание восстановлено, пострадавшему растирают тело, дают однократно понюхать нашатырный спирт и прикладывают грелки к ногам. Но если люди с тяжелым отравлением, они должны быть направлены, госпитализированы немедленно. Ну а признаки отравления угарным газом это обычно головокружение, тошнота, где-то рвота и общее такое состояние ухудшается резко причем. К сожалению, каждый год в пожаре погибают дети. Скажите, пожалуйста, в этом году были ли такие случаи и какие меры профилактики? Да, к сожалению, ежегодно из-за обеспеченности родителей в огне погибают дети. И этот год, начало этого года у нас не исключение. Из пятерых погибших людей один, к сожалению, ребенок. Случай я опишу. 19 января 2016 года в городе Булаево, район Махжан-Жамабаево, произошел пожар в частном доме. По прибытию дежурного караула спустя 5 минут после сообщения было обнаружено сильное задымление. И в ходе разведки в доме было обнаружено в спальне девочку 2009 года. Она находилась в бессознательном состоянии. Пострадавшая немедленно была доставлена в отделение реанимации центральной районной больницы, но, к сожалению, она скончалась. Причина пожара в данном случае явилась, опять-таки, нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации отопительной печи. При выяснении обстоятельств выяснилось, что 35-летняя мать, ребенка, оставила... Она была на работе, водила ее в мини-центр. Но именно в этот день из-за сильного мороза ребенок остался в доме один без присмотра. Несомненно, установившиеся морозы сыграли свою роль, так как печи эксплуатировали в усиленном режиме. Но если бы перед началом отопительного периода наши граждане предприняли бы все меры пожарной безопасности, жертв можно было бы, наверное, избежать. И большая просьба к нашим гражданам, чтобы не оставляли детей без присмотра. Мы стоим накануне события в жизни республики. Это проведение выборов депутатов в мажорист парламента и маслехатов. Скажите, пожалуйста, а какие меры принимаются департаментом по ЧАЭС в целях обеспечения противопожарной защиты избирательных участков? В связи с проведением неочередных выборов мажориста парламента и маслехатов республики Казахстан в департамент ЧАЭС принимается комплекс мер по обеспечению пожарной безопасности на данных объектах. В частности, сформирован был перечень объектов. В него входит 697 объектов с указанием мест дислокации, на которых будут организованы избирательные участки. Данные объекты взяты на отчет и ведется постоянный мониторинг противопожарного состояния. На сегодняшний день проведены 474 осмотра таковых мест, где были выданы рекомендации по обеспечению пожарной безопасности. В ходе осмотра особое внимание уделяется состоянию эвакуационных путей, наличию первичных средств пожаротушения, а также обучению обслуживающего персонала на случай возникновения пожара. В ходе осмотра выявлено 231 нарушение правил пожарной безопасности, 61 из которых уже устранены. В целях оперативного принятия решения на угрозу возникновения или ликвидацию различных ЧС на каждом обследованном избирательном участке назначено ответственное лицо за безопасное состояние. Им были вручены телефоны экстренных служб. Кроме того, на сегодняшний день проведена корректировка 38-4 оперативных планов и карточек пожаротушения. Разработано еще 106 новых карточек пожаротушения. Проведено 504 инструктажа, лекции, бесед, где было охвачено около 1000 членов избирательных комиссий, в ходе которых роздано более 700 памяток. За каждым избирательным участком закреплены ответственные сотрудники из числа среднего и старшего начальства состава департамента по ЧССКО. В этом году обещают большой поводок. В этой связи есть ли какие бы рекомендации по обеспечению правил пожарной безопасности? Казалось бы, вода и огонь – два противоположных стихии, взаимоисключающие друг друга стихии. Однако практика нашей службы показывает, что это далеко не так. Зачастую подтопление населенных пунктов талами и паводковыми водами создают условия для возникновения именно пожаров. Поэтому гражданам, которые покидают свои жилые дома при угрозе подтопления, хотелось бы сказать, что в первую очередь нужно обесточить свои жилища и хозяйственные постройки, а при возвращении домой проверить пригодность электросетей, электрооборудования и своих отопительных печей, если возникла необходимость провести их ремонт и тщательно просушить. Без воды пожара не потушить. Скажите, есть ли проблемы с водоснабжением при тушении пожаров в населенных пунктах области? Важнейшим, если не решающим условием успешного тушения пожаров является наличие или исправность ближайших к месту возникновения пожара источников водоснабжения. В комплексе неудовлетворительного состояния противопожарного водоснабжения области усугубляется непроведением необходимых мероприятий по сезонному обслуживанию и ремонту пожарных гидрантов, что приводит к невозможности их использования в условиях зимнего периода. А именно, пожарные гидранты не утепляются в зимний период, отсутствуют световые координатные указатели. Кроме того, по областному центру ведется интенсивное строительство объектов торговли и жилых домов. Между тем, сеть противопожарного водоснабжения не расширяется. Существующая сеть ТО «Хазлажарсу» на данный момент не в состоянии обеспечить бесперебойную полную противопожарную защиту безводных районов города, таких как Солнечный, Барки, Сенная база, Подгора, Колхозный Косогор и так далее. Между тем, только за 2015 год произошел ряд пожаров, в тушении которых существовали проблемы по обеспечению бесперебойной работы противопожарного водоснабжения. Так можно привести пример. 25 декабря 2015 года по адресу город Петропавловск, улица Минска, 27, произошел пожар на территории частного жилого дома в двухэтажном слотцом помещении. Противопожарное водоснабжение здесь осуществляется от городской системы водоснабжения, объединенной с хозяйственным питьевым водопроводом. Ближайший пожарный гидрант, находящийся в 10 метрах от этого места, оказался замерзшим. И поэтому был осуществлен подвоз пожарного гидранта номер 80, который находился на расстоянии 500 метров. Однако давление там было слабое и недостаточно для обеспеченности объекта пожароводой. Дополнительно подвоз воды осуществлялся от пожарного польза, находящегося за рынком Алматы-Петропавловск. И такие случаи, к сожалению, не единичны в области. Близится праздник 8 марта. Хотелось бы услышать, что бы вы хотели пожелать нашим телезрителям именно в канун этого праздника? В преддверии прекрасного праздника 8 марта хотелось бы поздравить дорогих женщин с наступающим праздником. И пожелать благополучия в семье, здоровья. И берегите своих близких и родных, в особенности от огня. Спасибо вам, Жазира Нурмагометовна, что вы сегодня пришли к нам в гости, ответили на все наши вопросы. Всего вам доброго и до свидания. Спасибо, до свидания. А я напоминаю, что сегодня в студии была главная специалист отдела государственного пожарного контроля департамента ПЧС Североказахстанской области Жазира Нурмагометовна Кажахметова. Это была программа «Диалог». Актуальные темы, интересные собеседники. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова